Сахарук Владимирович Уникальный, умный, интеллектуальный, много книжек прочитал, все на свете он узнал. Аттестант об общем среднем образовании, особого образца и золотая медаль вручаются Сахаруку Владимиру. АПЛОДИСМЕНТЫ Плённо працавал особливый человек в нашей школе, Володя, разом с свою матулею. А ты стат в руках зацнахаю, а медаль ещё шукая коробочку, будет трошечки позднее. АПЛОДИСМЕНТЫ Первая встреча с Вовой произошла так же, как и со всеми учениками, приходящими в первый класс. На линейке его вызвали, назвали фамилию, имя. И он, как и все детки первоклассники, подошёл ко мне вместе с мамой. Вот так мы и познакомились. То, что Вове отметки не завершались, это однозначно. Потому что он учился вместе со всеми до седьмого класса. Но в силу своей критической возможности он уже, когда пришли даже диктанты по русскому языку большего объёма, началась с геометрики по математике, когда нужно было с помощью инструмента выполнять рисунки. И Вове не стал уже успевать за всеми остальными. И отметки его, конечно, начали снижаться. И поэтому стал вопрос о переводе него на обучение Наталью. Вот начиная со самого класса Вова учился уже Наталью. То есть сейчас занимались с ним уже индивидуально. Учеником Вова был очень старательным, усидчивым, внимательным. Выполнял всегда всё безукоризненно. В общем, таким, как и должен быть настоящий ученик. Он всегда был послушным ребёнком, слава Богу. Мне с ним было несложно. Мы находили общий язык у нас. Ну, я считаю, на взаимопонимание полнейшее. Поэтому мне с ним было несложно в этом плане. Он был хорошим ребёнком. Вова был очень общительным ребёнком. Друзей у него в классе было много. Но они, наверное, не только были, но и остались. Насколько я знаю, что сейчас они тоже все очень общаются, дружат, поддерживают связи. Несмотря на то, что уже школа закончена. Можно сказать, что действительно Вова был как бы стержней нашего класса. Потому что всё крутилось вокруг него. Дети как бы заботились о нём. И поэтому, даже начиная с пятого класса, у них воспитывалось такое доброе отношение к людям. Ну вот, по крайней мере, по отношению к Вове. Я думаю, в дальнейшем не только Вове, а и другим окружающим людям. Спасибо. Ну, во-первых, Букач Наталья Измайловна. Это наш врач. Я читаю, что это она поставила мою голову на ноги. Она работала в тонусе. Конечно же, учителя наши. Валентина Васильевна Горбатюк. Арманович Софья Николаевна. Даманская Татьяна Викторовна. Карпук Ольга Фёдоровна. Спасибо им огромное. Они помогли, очень помогли. И я им благодарна. Ну и все, кто всегда был рядом. Кто оказывал нам посильную поддержку. В университете сейчас очень многие преподаватели помогают. Если бы ты поймал золотые рэпы, то какие бы ты три желания загадал? Ну, загадал бы долгих лет жизни своей маме. Ну и, конечно, водительский провал. Очень хочу. Мечта вообще прям... Ну, чуть ли не с детства. Опиши, какой ты видишь жизнь через 20 лет? Ну, обычная жизнь. Дом, дети, семья. Загородный дом свой. Большой. Обязательно собакам. Что-нибудь побольше, типа овчарки, лаборатора. Потому что маленькие собаки, они как-то... Ну, не маленькие, не интересные. Вот. Не знаю. Там сад какой-нибудь, чтобы было место для отдыха. Беседка, куда можно было бы пригласить друзей, посидеть, провести вечер. Какой был самый лучший, самый значительный подарок твоей жизни? Это была грузовая машина, которая подарил мне мой дедушка. Мы с мамой тогда... Я проходил курс лечения в тонусе. Я вот помню, мы спускаемся с лестницы, мама меня на руках несет. И между этажами стоит дедушка с этой машиной. Я когда ее видел, мне ничего не надо было. Я просто на нее смотрел, как... Как, не знаю, как малышонный. Свободное время я провожу... Либо дома, за компьютером, либо с друзьями, либо с мамой. Мы вместе проводим все время, и свободное, и несвободное. Мы всегда вместе. И в школу мы ходили вместе, и лечил здесь мы вместе, и сейчас мы вместе. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому... Мы всегда вместе. Твой кумир. Ну, скорее всего, это... Не совру, если скажу, что это диктация. Если послушать его песню, то можно учиться мной. Главное умение слушать. Ну, что можно сказать в завершении? Спасибо вам, ребята. Было приятно помчаться. Я надеюсь, я вам достаточно много рассказал о себе. Сейчас мне пора ехать на учебу. Песен еще ненаписанных Сколько Скажи, кукушка Про бой В городе мне жить или на выселках Ко мне обрежать Или гореть звездой Звездой